Открытие выставки началось в торжественной части. Перед школьниками выступил народный художник России, ректор Академии акварели изящных искусств Сергей Андреяко. Это он мастер и его полотна разместили в Сочинском художественном музее и здесь же картины его учеников, воспитанников образовательного центра «Сириус». Дети занимаются там по направлению живопись, одну смену традиционно 24 дня. Среди работ воспитанников образовательного центра «Сириус» – сочинские пейзажи. Наши красоты вдохновляют юных художников. Красная поляна, снатория Орджоникидзе, морской порт. А приезжают ребята в Сочи из малых и больших городов России. Сразу после открытия выставки в художественном музее их пленэр будет у моря. Сергей Андреяко рассказывает мэру Сочи Анатолию Пахому, что его ученики демонстрируют высокий уровень художественного мастерства. Под руководством наставников они овладевают новыми техническими приемами, расширяют знания о жанрах и направлениях в искусстве, раскрывают свой творческий потенциал. Когда мы потом с ними встречаемся повторно, мы понимаем, что результат очень большой. Что все это не напрасно, что эти 24 дня, которые мы занимались, казалось бы, ну это просто мизер по времени. Потому что любая образовательная программа – это годы, это годы учебы. Сам же мастер создал тысячи произведений в различных жанрах изобразительного искусства. Это сюжетные картины, портреты, натюреморты и пейзажи. При всей камерности акварельной живописи он пишет монументальные полотна в 6 и более метров. На курорте должно быть представлено все. Все то, что может посмотреть тот, кто приезжает к нам. Кто-то пойдет на концерт, кто-то на Юрмалину, кто-то на Новую волну. А кто-то просто захочет прийти в художественный музей и увидеть работы Сергея Николаевича. Это же здорово. Я думаю, что многие регионы просто и мечтать об этом не могут и не знают, что это можно сделать в Сочи. Глава города Анатолий Пахомов пригласил народного художника побывать на 33-х водопадах, чтобы запечатлеть красоту одного из самых популярных экскурсионных объектов Сочи. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.